Наша сессия называется развитие сервисов, инфраструктура открытых ключей. Для того, чтобы об этом поговорить, сначала мы коротко пройдем по терминологии, по общему системному взгляду на то, о чем же, что же подразумевается под этими в отдельности понятными словами, как это должно выглядеть с точки зрения обсуждения на текущий момент. Но прежде всего есть слово развитие. Развитие означает какое-то движение вперед, качественные изменения, не просто модернизацию, а развитие по своей сути. Инфраструктура открытых ключей и сервисы, которые используют ее, определяются различными стандартами, есть разные взгляды, есть широкие взгляды, более узкие, классические. Поэтому начнем мы, наверное, с этого. Но вначале я бы хотел сказать, что вчера была стратегическая сессия. На ней многое говорили о том, как развиваться, в том числе и про развитие сервисов, инфраструктура открытых ключей тоже говорили. Сегодня утром была очень интересная дискуссия. На ней было несколько пасов в сторону нашего круглого стола. Мы постараемся их подхватить. Начнем мы с первой части. Постараемся вести таким образом наш круглый стол, чтобы передавать слово друг другу, чтобы это не был какой-то шаблонный подход в части зачитывания докладов, а все-таки был какой-то разговор, какой-то диалог. Итак, наверное, я бы сказал, для общего захода в эту тему. Традиционно мы говорим о развитии отрасли, о развитии рынка, определяем отрасль, рынок, говорим о том, что вообще ядром нашей отрасли является электронная подпись. Об этом тоже было несколько раз сказано и сегодня, и вчера. Традиционно также форум наш проходит в Петербурге и, наверное, был бы хорошим графическим символом иллюстрации нашего ПКИ-форума питерский атлант, который держит небо. Но не только потому, что Питер, а еще и потому, что есть определенная аналогия. Все сервисы ПКИ, в том числе разные смежные производные обеспечивающие сервисы, в нашей стране держит атлант под названием 63 ФЗ, закон об электронной подписи. И не просто это здание строится на его плечах, оно непрерывно растет, увеличивается количество этажей. И все эти сервисы фактически не регулируются какими-то отдельными законами или нормативными актами весомыми. Мы постоянно пополняем 63 ФЗ и, скорее всего, в какой-то близкой перспективе потребуется его как-то укрепить, либо вообще завести новых атлантов. Это к вопросу развития той базы нормативной, которая сейчас регулируется фактически только одним федеральным законом. Поскольку исторически электронная подпись являлась драйвером отрасли, то, наверное, это естественно. Но с точки зрения архитектуры правового регулирования, конечно, это довольно такая интересная конструкция, когда и ЭДО, и куча других важных категорий, и понятий, и сервисов строится на одном законе. Я бы сейчас тогда в этом контексте начал с обзора развития отрасли и рынка в части именно электронной подписи и обзора тех PKI сервисов, которые, в общем, являются фокусом нашего внимания. Как я уже говорил, есть некий классический взгляд, классическое определение. Сегодня на первой сессии об этом говорили. Это те самые PKI сервисы, которые описаны стандартами, которые существуют по классической методологии. И есть расширенное толкование к PKI сервисам или к сервисам PKI инфраструктуры. Можно отнести и другие интегрированные с ними внешние, функциональные, какие-то компонентные, связующие, действующие части других систем, информационных систем. Здесь выделены в структуре классического перечня PKI сервисов первая пятерка выделена. И я бы хотел представить соведущего моей сессии. У нас, как вы обратили в команде, небольшая замена. Вместо Романа Кузнецова будет вести этот круглый стол Евгений Лохаткин, эксперт года прошлого PKI форума и ведущий телеграм-канала об электронной подписи ЮЦ, очень популярного, а также сотрудник Сбербанка. Евгений, можете прокомментировать, почему первые пять сервисов выделили жирным, а остальное как-то так вот тоненько. Да, Алексей, спасибо. Я в свою очередь вас представлю как своего соведущего, кандидат экономических наук, генеральный директор компании Гарант Электронный Экспресс, член Совета Ассоциации Росео Алексей Пулков. Да, коллеги, начнем с самих определений. В течение нашего выступления мы неоднократно будем возвращаться к классическому и расширенному определению. Почему мы выделили первый пункт, удостоверяющий центр, этот сервис, который наиболее активно развивается в нашей стране, а четыре других, они наиболее активно обсуждаются, но развития активного у них нет. Что говорить про оставшиеся пять, то они не развиваются от слова совсем. И вот здесь видна явная диспропорция в развитии сервисов. Почему так происходит? Давайте попробуем разобраться, давайте попробуем посмотреть в будущее, а что ждет и что должно являться драйвером развития этих сервисов. То есть, наверное, есть какое-то объяснение в существующей картине. Пойдем дальше. Начнем с того самого выделенного главного сервиса, который используется больше всего. Это сервис электронного подписания, собственно, удостоверяющий центр электронной подпись. Какая на сегодня картина? Мы здесь привели цифры, которые показывают итоги реформирования отрасли, удостоверяющих центров. Как видно, отрасль сжалась по количеству игроков примерно на порядок в 10 раз. Из 470 удостоверяющих центров, которые были в 2021 году, осталось 47. Их структура представлена чуть-чуть ниже по организационной форме. Евгений, как бы вы прокомментировали этот слайд? На что бы обратили внимание аудитории? На данном слайде мы представили отрасль состояния 2021 года и текущее состояние сентября 2023 года. То есть по типу аккредитации, но это сразу можно выделить. У нас есть 3 гос.УЦ, 9 удостоверяющих центров, получившие аккредитацию еще в соответствии с приказами Минкомсвязи, Минцифры, тогда еще были первые приказы Минкомсвязи, и 35 прошли прав комиссии. То есть иногда, есть не совсем корректные доводы, что все аккредитованные индустрияющие центры прошли прав комиссии. Не все еще. 9 успели аккредитоваться в соответствии с приказами Минцифры. Здесь хотелось бы обратить внимание, что проходили они аккредитацию в конце 2020 года, и срок этой аккредитации давался на 5 лет. Соответственно, она у них истекает в конце 2025 года. А прав комиссии проходили аккредитацию уже со сроком на 3 года, в 2021 году. Истекает она у них, начиная с лета 2024 года. И вот те удостоверяющие центры, которые действительно успели пройти аккредитацию еще по старым правилам, приказам Минцифры, получили такой бонус к этому сроку в виде полутора лет. Наверное, для удостоверяющих центров это весомый довод. По организационно-правовой форме, мне кажется, здесь все логично. Наиболее крупные организации, которые могут выполнить требования капиталу и являются аккредитовными удостоверяющими центрами. Вот 47 текущее количество. Есть ли предпосылки для роста? Вот казалось бы, с учетом повышения требований капитала в удостоверяющих центрах, сейчас получить статус сложно. Все, кто хотели, они его получили. Но сегодня прав комиссия завершает заочное голосование по кандидатуре еще одного удостоверяющего центра. Это общество с ограниченной ответственностью УЦ «Тензор». То есть вот не тот «Тензор», который сейчас аккредитован. Поэтому есть все предпосылки, что скоро на один удостоверяющий центр в нашей стране будет больше. На один станет больше, а сколько в результате переаккредитации из-за повышения требований уйдет с рынка, тоже, наверное, будут какие-то потери. Поэтому с большой вероятностью мы имеем уже сформированную отрасль, в которой, как видно, ключевые роли играют все-таки крупные игроки. Государственных УЦ не так много, но это только по количеству игроков. А по тому, какой объем работы они делают и какое количество сертификатов выпускают, будет немножко другая статистика, чуть-чуть позже. Окей. Наверное, в продолжение было бы интересно всем посмотреть, как поменялась структура десятки крупнейших удостоверяющих центров. Почему десятки? Потому что даже в 2021 году десятка выпускала примерно 77% объема сертификатов, а в 2023 году десятка выпускает уже почти 90% объема сертификатов. Мы видим, что десятка укрупнилась. Но, кроме того, первая тройка поменялась вообще полностью, а в пятерке остался только один удостоверяющий центр из списка 2021 года пятерки лидеров. То есть мы видим полное кардинальное перестроение отрасли в части ключевых игроков. Я бы на это обратил внимание. Да, дополню то, что ГосУЦ, представленный на сцене федеральное казначейство, остался в тройке лидеров. Более того, поднялся на второе место. Остальные удостоверяющие центры, да, потеряли. Но что можно отметить, по итогам 8 месяцев текущего года 4 удостоверяющих центра превысили такое пороговое значение в 1 миллион сертификатов. И получается, что кто были крупными, стали еще крупнее. Те, кто были представлены не таким большим объемом, объективно говоря, теряют позиции на рынке. Фактически мы видим, что рынок стал таким государственно-олигополистическим. То есть малое количество игроков с преобладающей ролью государства. Наверное, к этому и стремились реформаторы. В общем, можно сказать, что в этом смысле цель была реформа достигнута. Окей, что же является драйверами, да. Классически всегда спрос рождает предложение, предложение стимулирует спрос. Они находятся в постоянном побуждающем друг друга взаимодействии. Что же происходит в нашей отрасли, в отрасли доверенных услуг? Напомню, под отраслью мы понимаем разработчиков и операторов систем, включая государственные структуры, структура с госучастием. А также мы понимаем, что они работают с рынком, на котором отчасти государство является и потребителем, обеспечивая себя, граждан, а также бизнес и физические лица также являются потребителями. То есть вот такой водораздел между отраслью и рынком. Чем они отличаются? Спор здесь на самом деле классический, как спор между курицей и яйцом. Философская шутка. Что же первично, курица или яйцо? Поэтому поискать на него ответ мы попробуем сегодня в ходе круглого стола. В том числе, наверное, ответим на вопрос, почему не развиваются другие классические PKI-сервисы, а развиваются какие-то другие боковые ветки, использующие PKI-инфраструктуру. Евгений, что бы вы прокомментировали по драйверам развития? Что и кто должен развивать, на ваш взгляд? Да, коллеги, за время форума я задавал вопрос как представителям отрасли, так и представителям рынка. Кто в настоящее время задает вектор развития? Это либо спрос на новые технологии со стороны потребителей, или предложение представителей отрасли. И вот представители отрасли явно заявили, что им от рынка нужны конкретные заказы. Что рынку нужно? Но с другой стороны, рынок ждет предложений от представителей отрасли. То есть классическая дилемма, которая, наверное, наблюдается везде, и в IT, и в информационной безопасности. Вот это золотая середина. То есть рынок ждет, что отрасль предложит какие-то новые средства. Что отрасль ждет, что рынок придет и скажет, что вам нужно провести, мы вам это сделаем. Мне это все напоминает классическую историю про, кто первичен, технология или право. Когда юристы и технари не могут договориться, обвиняют друг друга в торможении развития и в недостаточной активности в плане развития. Причем совершенно одни и те же в адрес друг друга идут аргументы, но диаметрально противоположные. Поэтому я бы здесь отметил и принял за гипотезу, что если вернуться к структуре PKI сервисов, то классические сервисы, которые технически описаны, вот эти 10 сервисов, должны в какой-то степени проталкиваться отраслью. Это задача отрасли повышать технологическую ценность и безопасность, правильные стандарты внедрять и думать о том, о чем, может быть, не думают пользователи. А со стороны отрасли идет как раз продвижение и стимулирование развития различных прикладных или смежных сервисов, которые в разные сферы жизни могут быть включены, улучшить качество жизни, повысить производительность труда и так далее. Собственно, вот скорее всего, каждый должен толкать свой участок. Алексей, у нас вот заскучали Вячеслав Сергеевич. Да. Антон Сергеевич. Вячеслав Сергеевич, ваше мнение на данный вопрос. Дорогие коллеги, мы в ключевой дискуссии эту историю уже поднимали, что вперед юристы или технологи. И абсолютно четко все пришли к единому мнению, что сначала должна быть технология, а потом, собственно говоря, ее железобетонное основание. По одной простой причине, соответственно, если вы регулятором поставите задачу продвинуть отрасли на года вперед, вы ничего не получите в итоге, соответственно. Поэтому абсолютно четко здесь для меня, лично для меня, соответственно, технологии должны развиваться. Технологии должны развиваться даже с учетом того, что нормативное регулирование по определенным направлениям немного не соответствует всей этой истории. Потому что давайте поговорим такое по душам. На самом деле, не нарушая ничего, развиваться невозможно. Ну, невозможно. Не нарушая ничего, развиваться невозможно. Всегда имеет место определенный допуск, идея, старт, изучение какого-то нового направления и так далее, и так далее, и так далее. И после этого, когда возникает какая-то прорывная история или та вещь, которая двигает, как бы, вернее, даже не то, что двигает, а порождает, соответственно, потребность стороны отношений рынка и так далее, потом подтягивается нормативка. Да, вопросов нет. В этом, соответственно, суть бизнеса. Вы, соответственно, когда что-то создаете, начинаете продавать, и вы что, оглядываетесь на то? Да, вы смотрите, что там это там не наркотики, ничего и так далее, и тому подобное. Вся эта история. Здесь должна быть та же самая, как бы, тема. Позиция, понятно. На самом деле, у нас будет чуть-чуть позже слайд. Я такой, как бы, дам вперед спойлер. Будет слайд. По итогам прошлого форма, часть положений резолюции были отраслевыми, как бы, про технологии, а часть были от рынка. И вы посмотрите, что в итоге сбылось за этот год, а что не сбылось, какая часть. Пока не скажу, дойдем до слайда, увидим. В целом, отрасль, на самом деле, у нас, как бы, очень камерная. Количество игроков, которые разрабатывают сервисы, которые разрабатывают прикладные какие-то решения, связанные с PKI-сервисами, оно очень небольшое. Если бы, на самом деле, пригласить сюда всех тех пользователей, которые используют эти решения, то ни один стадион страны бы не вместил их. Это говорит о том, что отрасль имеет такую структуру, как бы, бокала на тонкой ножке, где несколько фактически игроков, несколько технологий задают тренды для развития на длинную перспективу, и все остальные, вся остальная страна, в общем, их использует. Поэтому, как говорится, есть там компании, которые строят карусели, есть там весь мир, который на них катается. Вот у нас примерно такая история. Очень небольшое количество игроков выпускает технологии, используемые во всей стране. Для того, чтобы убедиться в том, насколько глубоко и широко проникла электронная подпись в жизнь нашего государства, можно посмотреть на количество выпускаемых сертификатов, на их динамику за три года. Вот, коллеги, видно, что 21-22 год довольно синхронно шли эти кривые с учетом сезонности. В 23-м году мы видим, особенно в последние месяцы, существенный рост. Вот, может быть, кто-то из коллег прокомментирует, вот что происходит, почему так? Так, у нас резко вдруг люди стали более грамотными, стали больше сертификатов использовать или что произошло? Ну, давайте попробуем. Ну, понятно, что есть определенный естественный рост, связанный с распространением просто технологий, больше бизнес-процессов, в которых применяется технология электронной подписи, соответственно, больше количества сертификатов. Здесь речь только про квалифицированный сертификат. Понятно, что здесь, может, не так быстро внедряется, как там история с неквалифицированным, на фоне кадрового ЭДО и так далее. Но здесь явно просто в июле-августе это последний вагон выпуска сертификатов представителей юридических лиц, которые, собственно, с 1 сентября теперь аккредитованные УЦ не выдают, выдают только три государственных УЦ. Ну да, мы обсуждали это и пришли к тем же самым выводам. И примерно та же самая картина в конце 2021 года, там тоже огромный рост, видите, да? То есть я бы обратил внимание на некий парадокс. Государство, проводя изменения законодательства, преследует цели сделать так, чтобы для пользователей все было безболезненнее в результате и дешевле. Но почему-то в результате этих изменений происходит фактически двойная покупка, то есть все становится дороже, а еще и с определенным стрессом все это происходит. То есть мы видим, наоборот, всплеск вот этой активности. Вот такой парадокс. Цели и методы немножко не совпадают. Хотя, может быть, на более длинном отрезке все придет в норму. Но сейчас любые изменения, как здесь видно, они выражаются в каком-то, ну не знаю, не паническом, но судорожном всплеске выпуске новых сертификатов. Коллеги, два года назад, вот выступая тоже на PKI-форуме, Кузнецов Роман Валерьевич назвал цифру действующих квалифицированных сертификатов 15 миллионов. Вот по результатам анализа этих графиков, количество действующих сертификатов за последние 15 месяцев, там дельту отозванных, можно говорить по состоянию на начало сентября о 17 миллионах квалифицированных сертификатов, которые действуют в нашей стране. Коллеги, давайте я чуть-чуть попанирую. Можно мне там одну секундочку, пять копеек вставлю, как говорит Константин Валерьевич. Конечно. Коллеги, хороший график, все замечательно, все великолепно. Только не надо забывать, что у нас количество сервисов, соответственно, в стране выросло. Количество использования сертификатов объективно выросло. И если раньше, соответственно, у нас госсектор, вы обратили на это внимание, что по состоянию на конкретную дату, соответственно, мы выдали за весь год миллион, там, что-то с копеечками. И сейчас мы видим, соответственно, рост этот колоссальный с точки зрения требований от госструктур. Не потому, что он дороже стал, потому что количество сервиса и объем применения электронной подписи вообще в принципе использования, он сейчас растет. И он будет расти дальше. А потухнуть он может, если мы количество сервисов, соответственно, просто-напросто схлопнем, убавим и так далее. Поэтому, ну, здесь я бы так не горячился, что государство здесь не право. На самом деле, сам рост объема соответствующих сервисов говорит об обратном. То есть рост сертификатов, соответственно, говорит о количестве, соответственно, все-таки сервисов, которые с помощью этих сертификатов, соответственно, обеспечиваются. Спасибо. Хорошо. Официальная версия из-за количества сервисов. Всплески. Ну, как бы, я считаю, что на самом деле комбинация факторов и то и другое в сумме сложилось, и в результате мы получили вот этот рост. Вот этот рост. Да. Золотая середина. Компромисс. Хорошо. Следующий слайд, собственно, показывает динамику в разрезе конкретных удостоверяющих центров. Да, мы видим вот эту внутреннюю структуру, отрыв лидеров, и мы попытались здесь не очень хорошо видно, но по месяцам цветом выделить, собственно, вот эту вот внутреннюю структуру по количеству. На что бы здесь я бы хотел обратить внимание, да, на мой взгляд, важно заметить, что несмотря на такой кардинальный реструктуризацию выпуска сертификатов, все равно надо понимать, что с клиентами конечными работают в том числе и удостоверяющие центры из прошлой десятки, но они отчасти могут являться и доверенными удостоверяющими центрами, либо открыли на базе свои филиалы доверенных удостоверяющих центров. Поэтому внутри все равно структура, она отчасти сохраняется благодаря активной работе именно игроков рынка, коммерческих игроков рынка. Вот эти большие показатели, в том числе ФНС, отчасти достигнуты совместными усилиями, в том числе сетей крупных удостоверяющих центров. Есть еще какие-то комментарии, коллеги, по этому графику? Здесь можно дополнить то, что лидеры, можно сказать, захватили рынок в лице гос.УЦ, и конкуренцию объективно им никто не может сопоставить. Наверное, в ближайшей перспективе это так и будет оставаться, если очередного витка изменений с гонодательствами случится. У меня такой вопрос. Сейчас еще не очень укоренилась и не очень популярна технология дистанционного получения нового сертификата на основе действия предыдущего. Предположим, в течение 2023 года популярность этой методики возрастет. Объективно время пройдет, люди будут об этом знать. Как поменяется эта структура, на ваш взгляд? Кто может прокомментировать? Насколько сильно повлияет? У коллеги, соответственно, дистанционный перевыпуск сертификатов в казначействе используется уже давным-давно, на самом деле, как определенный сервис. И поэтому мы будем прирастать совершенно четко из-за новых функций, которые будет государство вводить в электронный вид. Это четко, это понятно нам абсолютно объективно. Каких-то взрывных ростов со своей стороны мы совершенно точно не прогнозируем. мы абсолютно спокойно в это отношение работаем. Не могу не согласиться с тем моментом, что реформа законодательства приведет, вернее, или из-за отсутствия реформ законодательства и передачи соответствующих функций приведет к некоторому движению в этой десятке, ФНС и так далее. На самом деле, коллеги, соответственно, ведь государство почему эту функцию на себя взяло-то в свое время? Потому что начался беспредел. Это вот в прямом смысле этого слова. Кто был виноват в том, что, соответственно, этот беспредел начался? Ну, как раз вот это вот иконостас. Коллеги, если коммерческий рынок начнет создавать уровень сервиса, который, соответственно, будет и который заинтересует гражданина, а основная цель у нас сейчас вернуть доверие гражданин к этим всем вот этим вот инструментам, мы с вами получим совершенно другую картину. Потому что и у ФНС, и у казначейства России вполне конкретные четкие показатели, с которыми мы выходили. Мы знаем, сколько у нас, в принципе, будет клиентов. Мы абсолютно прогнозируем эту историю. Мы и ФНС знаем, исходя, соответственно, и казначейство России совершенно четко знает. И поверьте мне, мы за эти статистические показатели не выйдем. И нет у нас нежелания никакого-то, соответственно, отбирать у вас ваш хлеб. Нету. Боритесь, соответственно, за население, за людей. Представляйте им сервисы. Я это говорил на прошлом, соответственно, по Ки-форуме. Я говорю это ровно и сейчас. Вот. И как бы, ну, показатели налицо. Да, мы вот сейчас в этих вот пределках, рамках и так далее. Я мечтаю, чтобы вот, ну, первые там мы там сместились на какие-то месяцы с ФНСом, там строчки, мы в своих пределах будем, соответственно, это работать, эту историю. И будем как перемещать. Давайте создавать сервисы, которые будут приняты людьми и гражданами. Они пойдут. Сейчас вот сегодня абсолютно вот предыдущие, я не без критики какой-то, коллеги, вот трансграничная, соответственно, история. Объективный вопрос, кто обеспечит граждан Российской Федерации за рубежом? Граждан Российской Федерации. Скажите, пожалуйста, кто из удостоверяющих центров коммерческого сектора готов эту задачу, соответственно, решать? Ну, а кто за нее брался? Тогда давайте по-другому задаем вопрос. Ну, кто за нее брался? Никто. И поэтому здесь, коллеги, вот, ну, как бы до тех пор, пока мы эту всю эту историю не переварим в себе, когда мы перестанем из электронной подписи делать средства зарабатывания денег в этом отношении, вот тогда, наверное, что-то изменится. Спасибо. Согласен, прогнозирование понятно, налоговая собиралась выдавать юридическим лицам сертификаты, буквально на днях прошла информация, что теперь самозанятые могут получить в налоговую, да, это уже не юрлица, это уже физлица. И кусочек за кусочком прогноз может расти, условно говоря, в соответствии вот с планами, которые, может быть, пока неизвестны отрасли ввиду отсутствия стратегии отрасли. Окей, двигаемся дальше. Основные тренды сферы электронной подписи за год. То есть это конкретные уже сформировавшиеся тренды, да, по которым мы коротко пройдемся и дальше дадим уже слово коллегам для выступлений по своим направлениям. Евгений, можете коротко прокомментировать? Коллеги, на второй день форума уже, наверное, все обсудили. Я, наверное, сосредоточусь на последнем, переход МЧД. И тоже коротко, то, что сегодня было опубликовано постановление правительства 1481, которое вносит изменения в три подзаконных акта, тоже постановление правительства, которое, так скажем, регулирует сферу МЧД в части изменения информационной системы для хранения. Раньше это было из ГУЦ, теперь станет ИСИЯ. И, так скажем, продление срока, о непредоставлении сведений, о выданных доверенностей до следующего года. А я бы здесь отметил получение сертификатов НЭП онлайн на основании НЭП. То есть появление, вообще говоря, этой новой нормы с выделением возможности получения госключа также на основе действующего. То есть фактически это создает новый сегмент, новый рынок. И вопрос, который я бы хотел задать в том числе участникам здесь, не приведет ли это к схлапыванию дискуссии по поводу мобильной и облачной подписи, которая много-много лет велась, да, и, может быть, так и не разродившись, она и закончится, потому что у нас появилась вот эта норма, когда можно с использованием НЭП выпустить новый НЭП, а особенно у нас появился госключ. Зачем тогда в будущем мобильная и облачная подпись в каком-то другом исполнении, не убьет ли это все, что было до этого в дискуссиях рождено? Да, Алексей, я попробую ответить. Ну, на самом деле, мне кажется, вот эта норма, которая касается выдачи сертификатов на основании действующего сертификата неколифицированной электронной подписи, она в этой части ничего не меняет, она упрощает жизнь некоторым корпорациям, большим, которым нужно либо своих клиентов, либо своих сотрудников обеспечивать сертификатами, и, конечно, делать иногда сложно, в смысле, если сочной явкой. Прошу прощения, мне кажется, очень важная вещь, вот на слайде у вас не хватает, есть 12-летние долгосрочные сертификаты, обязанность по уничтожению ключей, и важная норма, что теперь признание электронной подписи действительной в отсутствие метки времени, требует не только действия сертификата на момент признания, но и действия закрытого ключа на момент признания. И вот у этих 12-летних долгосрочных сертификатов ключи-то такие же 15-месячные или трехлетние, в лучшем случае. Поэтому, а это норма, то, про что Константин Валерьевич вчера говорил на секции, что фактически вот эта вся история с 12-летними сертификатами, но она без меток времени все равно остается такой же. Не живой пока. Ну, не то, что не живой, но в смысле никакого изменения сроков признания не произошло. То есть вот это просто надо внимательно читать шестую статью. Ну, а с точки зрения, отвечая на, собственно, ваш вопрос по поводу необходимости, то есть разнообразия средств мобильной и облачной подписи, ну, мне кажется, что здесь как раз вот в рамках разнообразного рынка, да, конкурентных решений рождаются соответствующие, значит, рождаются новые варианты, новые решения, то есть конкуренция, разнообразие, оно приводит, на самом деле, к улучшению качества услуг и сервисов, которые предоставляются, поэтому мне кажется, что здесь как раз не произойдет схлопывание никакого, просто, значит, ну, будет развитие конкурентное. Спасибо за комментарий. Я добавлю, Алексей, в этом отношении. Ну, смотрите, исходя из вопросов, США точно не приведет это схлопывание по одной простой причине. Мы увидим тенденцию ввиду того, что вот вы написали расширение перечня получателей сертификатов ГУСУЦа. Перечень сертификатов он ограничен только федеральным законом и постановлением действия всем нации, соответственно. там законченный перечень, конечный. Его можно добавлять, расширять по отдельным поручениям и так далее. Но почему происходит увеличение перечня, соответственно, и так далее? Органы госвласти и все остальные повышают количество внутренних сервисов и поэтому все больше и больше пользователей самих внутренних своих систем начинают в этом отношении работать. Они же порождают запрос на удобство ее применения. То есть вот о чем идет речь. То есть они говорят, нам нужны другие способы, мы хотим быть мобильнее, мы хотим быть быстрее, соответственно, и так далее. И основная проблема, о которой говорили коллеги до меня, это безопасность. Здесь можно сказать, что зарождается эра НЭП в какой-то степени. НЭП долгое время был неработающим инструментом, сейчас он просыпается. Знаете, за НЭПом обычно следует коллективизация. Хорошо. Немножко надо ускориться, просят организаторы. Планы развития, которые четко формализованы на следующем слайде. Здесь сроки появления решений, как они запланированы в письме Минцифра и анод цифровая экономика. Дождемся мы реализации или нет, покажет время, но это тоже отражает некоторые тренды, требования по средствам облачной подписи и получения единой платформы, создания единой платформы, подписания и хранения документов. Будем ждать. Во что это выльется, посмотрим, время покажет. Тот самый слайд, про который мы говорили, по итогам прошлой декларации было четыре положения, намечающих развитие по нашей теме, нашего круглого стола. И, как ни странно, реализованы оказались те положения, которые продвигала отрасль. То есть, которые продвигал рынок, точнее. Трансграничные и как раз получение неквалифицированных сертификатов на основе действующих неквалифицированных сертификатов. А чисто технические отраслевые улучшения так и ни во что не вылились. То есть, несмотря на то, что в ходе вашей дискуссии вы пришли к выводу, что отрасль двигает рынок, ну, двигает развитие, на самом деле за прошедший год рынок двигал развитие. А отрасль предложила и не смогла. Окей. Ну, еще один вывод можно сделать, что по итогам декларации PKI форума в общем, есть позитивные результаты. Надо стремиться предлагать и вероятность реализации 50 на 50 или реализуется или не реализуется. я бы хотел сейчас передать слово Юрию Малинину. У него выступление очень коротко, да, Юрий Витальевич? По взгляду из отрасли. Отрасль это изобретение, это разработка, это операторство. Юрий Витальевич представляет ассоциацию Росео, разработчики оператора систем электронных услуг. Всем здравствуйте, вновь, всех вновь рады видеть уже, который день в Петербурге, прекрасная погода. Да, Юрий Витальевич, нас организаторы просят в динамике. 10 слайдов, но основной посыл он будет заключаться на одном таком вроде бы частном вопросе, но он касается всех аутсов. Ну, что, побежали? Быстренько. 19-й год. Вот сегодня беседы, у нас второй день беседы про аутсы, как жить дальше. В 19-м году вспомните фразу Олега Борисовича Пака, и там в ней было все сказано. Как у нас на любом форуме конференции нужно слушать или читать между строк. Да, и все, что происходит сейчас, оно в принципе де-факто. Если делать ретроспективу в перспективу, то можно уже, мы и так уже все видим, понимаем, что сейчас идет. И как раз-таки представитель федерального казначейства подтверждает то, что мы идем в соответствии с государственной политикой. Цифры уже звучали, да, сокращение, не будем останавливаться. Акцент такой, что мы говорили в прошлом году, вроде бы, что, да, если в 18-м году мы так с удивлением для себя обнаружили, что уставной капитал у многих, большинства, даже у встречи центров был в пределах 10 тысяч рублей, наверняка это, ну, наверное, возбуждало у мы государственных, ну, мужей, наверняка. И что происходит сейчас, в 23-м году, уже более 60%, 70% большая часть уставляющих центров непосредственно, то есть с составным капиталом более 100 миллионов рублей. И мы считаем, что это нормально и правильно. 476-й федеральный закон, да, ввел новый, скажем так, уровень под 1 миллиард, ну, там есть дальше 500 миллионов, при условии, если. И в 23-й год, 4-го августа, 457-й, вводят уже не менее 2-х миллиардов рублей. Если будут изменения, давайте сделаем перспективу, но догадайтесь сами, правильно это или неправильно, ну, возможно, это правильно в соответствии с политикой. Что будет при условии, что 2 миллиарда, возникает новый ограничитель или 1 миллиард при выполнении некоторых определенных условий. Останутся 32 аутса. Представлены на слайде, 4 из них вводят в ассоциацию Росео. Здесь можно дискутировать, ситуация может стать кардинально, кардинально не поменяется точно, но она может поменяться и возникать новые, как сегодня уже сказали, у нас вот Женя говорит, что как раз-таки на аккредитации в правкомиссии рассматривается вопрос. То есть вот это такая общая картина. Так. Уйдут 15, там ключевая фраза, наверное, да? Обратить ваше внимание хотел бы как раз-таки к вопросам, касающимся страхования устверяющих центров при формировании, вернее, выполнении тех требований к аккредитовым статистическим центрам. Этот вопрос возникает. И каждый его решал по-своему. И между собой, сообщаясь, коллеги узнавали, кто как это решал, и мы решили этот вопрос вынести все-таки в такое формализованное русло и подготовили свои вопросы от ассоциации непосредственно Минцифры, что, да, необходимое разъяснение требований Минцифры к договору страхования. И мы понимаем, что страхование в других вариантах, как, например, в банковской гарантии, не является вообще альтернативой для наших аутсов. То есть элемент, как страховать, вернее, какие договоры страхования должны быть, вот такой вопрос, который беспокоил многих наших коллег, не только членов ассоциации. 6 сентября мы получили официальный ответ от правого департамента, что федеральный закон, он не предусматривает исключений. То есть в связи с этим отказывают ряда страховых компаний, а это уже происходит, принимать риск, касающийся непосредственно возмещения вреда причиненного страхователем, либо лицом, за исключением случаев причинения вреда жизни или здоровья третьих лиц. То есть разные вещи. То есть идет такой тренд, что страховые компании, в принципе, они первые, как мы предполагаем, что не понимают, потому что риски не описаны, четких пояснений от Минцифры мы не получили. В связи с этим мы делаем определенное предположение о том, что, наверное, нам нужно с своей стороны попросить, чтобы состоялся все-таки диалог между Минцифрой России и Банком России с целью разъяснения страховым компаниям соблюдения 63-го ФСЗ при составлении договора о страховании. То есть здесь уже пошло межведомственное взаимодействие, которое, видим, мы должны попросить и осуществить это. Тогда мы надеемся, мы получим какие-то разъяснения и вопросы каким-то образом уже облегчатся в принципе для всей отрасли, состоящей из того количества удостоверяющих центров, которые мы видели. И по рынку страхования. Опрос делали в PKI-клубе. Здесь спасибо Сергею Кирюшкину и за данные предоставленные. То есть сейчас рынок страхования удостоверяющих центров ДТС на состоянии на 2022 год выглядел примерно так. Ну, даже не примерно, потому что у нас выборка на самом деле была наверняка неполная, то есть где-то может колебаться, но основных игроков, вот те, кто рассматривает страховые компании, на слайде вы можете посмотреть, кому идти, кстати, уже можно, кому, наверное, не стоит идти. И на этом рынке множество работает страховых компаний, но для ОЦ это является приостепенной задачей. И развитие сервисов, то, что уже обсуждали, про также в PKI-клубе с предложения как раз с инициативы Сергея Анатольевича сделали опрос, представляете ли вы услуги или планируете ли вы их предоставлять по штампу времени и по статусу сертификатов. 62%, то есть большинство уже используют эти услуги, сервисы, 20% планируют использовать, кто-то считает, нет необходимости, но основной тренд, да, эти сервисы тоже забираются и идут вперед. Еще один слайд, тоже совместный, но Сергей Анатольевич уже сегодня говорил, но еще расскажем, так как мы обсуждаем на сессии про сервисы, про расширение своих сервисов через новую аккредитацию. Многие ждут все-таки вопрос, ну решение вопроса аккредитации как облачной УЦ. 63% из ответивших. Как ДТС планирует треть аккредитовываться и операторам доверенного архивного хранения треть. То есть это еще одна тема, которую можно, возможно, дискуссию сегодня как-то поразвивать, она уже обсуждалась на нашей сессии. Основной посыл, который вот с моего выступления, это нужно решать такие вопросы, как в том страховании, которые являются актуальными для наших АУЦ. В части того, что будет дальше и выше, ну мы уже увидели на первом нашем слайде. Спасибо, коллеги. Спасибо, Юрий Витальевич. Так получается, что государство становится одним из крупнейших разработчиков и операторов и изобретателей. Поэтому у традиционного бизнес-сообщества появился такой сильный конкурент в хорошем смысле слова, который двигает свои изобретения и заказывает их главным образом для того, чтобы развивать единый портал государственных услуг для населения, население как потребитель, государство как заказчик. Следующий докладчик у нас Никита Валикжанин. Он расскажет про то, как счастливы вместе государство и ЕПГУ, точнее ЕПГУ и удостоверяющий центр. Коллеги, добрый день. Меня зовут Валикжанин Никита, я представляю компанию Infotex Internet Trust. Сегодня хотел бы свой такой обзорно-аналитический доклад посвятить ну скажем прошлому, настоящему и возможному будущему взаимодействию между удостоверяющими центрами и порталом государственных услуг. Началось все по большому счету в 2015 году, когда в 63-м федеральном законе появилось изменение, согласно которому удостоверяющие центры стали обязаны передавать в ГИНную систему идентификации аутентификации информацию о выдаваемых квалифицированных сертификатах. И в связи с этим чуть позже на портале госуслуг в личном кабинете пользователи стали видеть информацию о том, что оказывается у них есть сертификаты квалифицированные, действующие или в других статусах. этот механизм он уже достаточно много лет работает, активно естественно удостоверяющие центры все передают, портал госуслуг показывает, и у него вот за эти годы нарисовались определенные плюсы, один небольшой минус, на мой взгляд. Если мы говорим про плюсы, то это, конечно, в первую очередь усложнение многих схем мошенничества, то есть если раньше можно было пользователю без его ведома выдать квалифицированный сертификат, что-то там подписать с помощью этого и так далее, часто сделать гораздо сложнее, потому что аккредитованную цену все-таки должен передать эту информацию, гражданин узнает о том, что у него есть, оказывается, какой-то сертификат, который он не получал, он начнет бить в колокол и, скорее всего, мошенническая схема, ну, скажем так, провернуть ее будет сложнее и время реагирования здесь будет гораздо выше, гораздо, наоборот, меньше. Кроме того, ну, если мы там не говорим про борьбу с злом, то банально у пользователя появляется, а их пользователей госуслуг более 80 миллионов, это очень много людей, они просто могут в своем личном кабинете посмотреть, увидеть статусы, то есть знают больше о том вообще, что такое сертификат, где они, как они выглядят, значит, о том, что они существуют и так далее. Люди вовлекаются в эту индустрию, скажем так, достаточно содержательно, не только пользуя сервисы, совершенно не понимая, что за инструменты они используют, а вот видя, что вот сертификат настоящий есть. Говоря про минусы, ну, скажем так, некая оборотная сторона второго из плюсов. Некоторые граждане, которые как раз не были готовы к тому, что у них на портале госуслуг какое-то уведомление придет, что какой-то сертификат у него появится, остро реагируют на происходящее, начинают переживать, что значит сейчас электронная подпись, значит у них квартира, там, насмотревшись, словно говоря, новостей, решают, что если у них появилась электронная подпись, значит у них уже практически украли квартиру, начинают резкие движения делать, звонить куда-то, писать. Это, конечно же, не помогает ни им, ни удостоверяющим центрам, никому. И с такими вещами можно бороться более хорошим информированием граждан и так далее, но тем не менее такой минус он есть, и большое количество таких граждан, ну, как в рамках деятельности своей удостоверяющего центра встречали. Следующий шаг, это очень логичный, то есть если у вас есть список действующих сертификатов гражданина, то почему бы не добавить в каждую строчку красный крестик, который позволит прекратить, подать заявление на прекращение действия этого сертификата. Значит, в рамках этого стремления в начале этого года Минцифра провела вебинар, на котором было рассказано о планах по созданию такого механизма, когда на портале госслуг будет возможность создать заявление, подписать его квалифицированной электронной подписью, и это заявление будет передано через СМЭФ в удостоверяющийся центр, где оно будет обработано, и в случае, если заявление соответствует необходимым требованиям, действие сертификата будет прекращено, о чем впоследствии портал госслуг будет уведомлен, пользователь будет проинформирован, что все прошло хорошо. Этот механизм еще на сегодняшний день не запущен, то есть он еще продолжает развиваться и, наверное, в какой-то момент все-таки будет запущен, но, тем не менее, хотелось бы, пока он еще не работает, да, может быть, и после запуска эти вопросы останутся живы, ну, скажем так, обозначить некоторые вопросы, которые, на мой взгляд, должны быть внимательно рассмотрены и авторами, и до запуска, и впоследствии уже после запуска этого механизма. Первое это какова, в общем, зона ответственности и ПГУ в этом процессе, то есть является ли это просто инструментом создания заявления и передачи его через транспорт, подписания его на портале и передачи через транспорт смэр, или, может быть, все-таки портал госуслуг может здесь отвечать также за идентификацию заявителя, ведь мы понимаем, что пользователь не может, не будучи идентифицирован с помощью ЕСЕ, собственно, создать и подписать это самое заявление, передать его в удостоверяющий центр. При том, что мы знаем, что удостоверяющие центры обязаны проводить идентификацию, пусть там требования не определены к этой идентификации, но они должны идентифицировать заявителя, подающего заявление на прекращение действия. Это кажется достаточно таким логичным, по крайней мере, вопросом уж. Ответ из него может быть разный. Говоря про второй вопрос, тут хочется сначала вот тезис, который в правой части слайда обозреть, а какие риски выше? Какое из рисков выше? Того, что пользователь несвоевременно сможет прекратить действие сертификата в случае с компрометацией ключа, или что кто-то неправомерно прекратит действие сертификата. Что мы должны делать? усложнять или наоборот облегчать инструменты прекращения действия сертификата. Например, в банковской сфере, если мы говорим про карточки, там все достаточно понятно. Как можно проще, как можно быстрее нужно дать пользователю возможность карточку заблокировать. Через приложение делается одной кнопкой буквально, по звонку. Первый же обычно в IVR-е банка пункт это заблокировать банковскую карту. То есть там понятны эти приоритеты. Наверное, здесь стоит также посмотреть на то, как именно эти приоритеты здесь распределяются. И в зависимости от того, какой ответ будет получен на этот вопрос, подумать, а может быть можно и не использовать квалифицированную электронную подпись для подписания заявления на прекращение действия квалифицированного сертификата. В конце концов, если у вас произошла компрометация, то есть у вас нет доступа к ключу, сертификат, соответствующий, которому вы хотите отозвать, то вам нужно где-то взять еще один квалифицированный сертификат, чтобы отозвать. Но это странно. И не факт, что получится, и скорее всего сделает этот инструмент менее доступным, чем хотелось бы. Тем не менее, несмотря на вот эти вот висящие вопросы, на которые есть смысл, скажем так, порассуждать, видятся довольно очевидные плюсы. То есть в первую очередь действительно повышение доступности инструментов прекращения действия сертификатов. сейчас это не так удобно. Где-то нужно очно идти, где-то подавать какие-то заявления через электронную почту. Это все, конечно, крайне неинтуитивно в нашем современном цифровом мире, в котором очень много всего делается по одной кнопке, через приложение или еще как. Плюс, за счет того, что пользователи смогут это все делать через свое, скажем так, родное и понятное пространство, а именно портал госуслуг, личный кабинет там, можно будет там написать все совершенно корректно для пользователей. Что такое прекращение действия? Какие у этого последствия? Что прекращает действие именно сертификата, а не ключа, условно говоря. Ну и так далее. То есть правильно проинструктировать пользователя правильными терминами, не подменяя понятия. В качестве минусов видится, скажем так, продолжение предыдущего минуса, предыдущего механизма. Это то, что когда у пользователей массово появится простой, удобный инструмент для того, чтобы быстро прекратить действие своего сертификата, они могут начать это делать по принципу он мне больше не нужен, пожалуй, прекращу его действие, в том числе, например, не дождавшись завершения регистрационных действий в рамках сделки с недвижимостью, в результате которой, в результате того, что сертификат будет не действовать, сделку не удастся завершить, и это вызовет у пользователя достаточно существенное неудобство, возможно, ему придется доплатить еще денег и так далее. То есть такое некорректное понимание пользователя, что такое прекращение действия, оно может вызвать неприятные последствия. Небольшим таким ответвлением этой темы про прекращение действия сертификата является вопрос о том, каким образом портал госуслуг в итоге уведомит пользователя о том, что сертификат у него все-таки прекратил действие, на основании чего он это сделает, портал госуслуг. В моем понимании здесь должен и может использоваться только один механизм, это, конечно же, уже придуманный в рамках API и CRL. Соответственно, сертификат прекратил действие, если он появился в опубликованном CRL, и только тогда на основании изучения этого CRL портал госуслуг должен и может выдавать информацию пользователю о том, что все, прекращение осуществлено. Использование каких-то уведомлений, дополнительных файлов, документов, справок, не знаю, еще чего-то подобного, ну, во-первых, кажется странным, все механизмы уже давно придуманы, а во-вторых, рано или поздно обязательно приведет к какому-то расхождению, когда сертификат еще не попадет в CRL, значит, или наоборот попадет в CRL на уведомление и не дойдет, из-за чего, опять же, у пользователя будет не повышаться доверие к институту электронной подписи и порталу госуслуг в частности. Говоря про то, что дальше? Хотелось бы выразить, так сказать, надежду на то, что портал госуслуг как такой очень понятный гражданам инструмент с большим количеством каналов коммуникации, то есть все мы знаем и робота Макса, он даже попал на этот слайд, и всевозможные, значит, там, телеграм-каналы и в целом обширное количество каналов взаимодействия с гражданами, портал госуслуг смог бы стать как раз вот этим локомотивом пропаганды здорового образа жизни в части применения электронной подписи. Объяснение правильных терминов, разъяснение того, что электронная подпись это электронная подпись, сертификат это сертификат, ключ это ключ, а не все это вместе называется ЭЦП, там, и так далее. потому что это помогло бы и, во-первых, увеличить степень доверия граждан к этой технологии, объяснить, как она вообще работает, снизить вероятность мошенничества, усложнить его. Никит, я прошу прощения, в целом понятно? Давайте. Предпоследний слайд. Информационная история понятна? Ближе к ПКИ, если это... А уже все. Практически. Говоря о выводах, хотелось бы сказать, что, безусловно, вот эти взаимодействия между порталом госуслуг и удостоверяющими центрами, которая появилась, которая продолжает развиваться, открывает множество новых горизонтов, перспектив и возможностей для вообще ПКИ, появляются новые сценарии, появляются новые возможности для граждан, для удостоверяющих центров, и это замечательно. Значит, если же говорить про, как говорится, еще одну небольшую вещь после выводов, то хотелось бы задать вопрос. А если на портале госуслуг уже есть информация о сертификатах, возможность подавать заявление на прекращение действия сертификата, вот-вот появится, то может и единое окно для составления заявок на выдачу сертификатов через все аутс может появиться. Хороший, провокационный, пугающий вопрос, создающий повышенную тревожность у аудитории. Нет? Хорошо. Спасибо. В целом выступление понятно и вопрос информационного такого как бы воздействия на аудиторию понятен, пропаганда здорового образа жизни, рождаемости и всего остального. Окей. Спасибо. Евгений, какой-то вопрос? Очень коротко. Да, я вот, у меня есть такая информация по поводу вопроса. Поблагодарим выступающего. Спасибо, Никита. Ну вот, первый момент, это не применительно, например, к нашей технологии, а применительно к закону об электронном архиве, который тоже обсуждается. Вот депутат Хинштейн, рассуждая про законопроект, на законопроекте не буду останавливаться, он выступил против централизации хранения и обработки электронных документов в каком-либо госоргане. Надо ли документы коммерческих структур складывать в единый архив? Вопрос дискуссионный. У меня пока такого убеждения нет, он сказал. И отдельно отметил, государство не должно собой подменять все вокруг и становиться единой точкой входа. Поэтому вот применительно к нашей сфере можно привести тот же самый ответ. А что касается ЕПГУ, я хорошо помню сентябрь 2020 года, это было 15 сентября, тоже был ПКИ-форум в Подмосковье проводимый, и вот в этот момент я увидел, что у меня на госуслугах отобразилась информация о выданном квалифицированном сертификате, то есть вот три года назад. И применительно к внедрению технологий, к внедрению сервисом, вот Никита сказал, что норма вступила в силу 1 апреля 2015 года, а технически норма была реализована в сентябре 2020 года, то есть спустя почти 5 с половиной лет. Да, спасибо за выступление Никите, он рассказал про заказ со стороны государства в отношении граждан. Есть на ПКИ-сервисе спрос со стороны бизнеса, он очень большой, он помогает повысить производительность труда, поэтому следующее выступление будет посвящено теме машиночитаемых МЧД, но машиночитаемых договоров. Вот такая новая трактовка старой аббревиатуры. Я представляю следующего выступающего, Михаил Чеканов. Коллеги, будьте добры презентацию. Добрый день, добрый день, уважаемые коллеги. Мы специализируемся на цифровизации производственно-логистических цепочек, поэтому вот про тему машиночитаемых договоров доверенности я буду рассказывать прежде всего с этой колокольни и, наверное, некоторые там специфические вопросы опущу. Собственно говоря, что такое машиночитаемые договоры? Наверное, все знают. Есть уже два приказа ФНС. Большое спасибо за то, что они появились. Утверждены формат PDF плюс XML и чистый XML. Для себя мы ввели такую сущность, как цифровой контракт, который включает в себя все множество цифровых форматов, документов, необходимых для оформления и проведения сделки, плюс смарт-контракт, который управляет этой сделкой или конкретным договором. И, собственно говоря, а что это нам дает? Ну, во-первых, в принципе, самое главное, что позволяет нам полностью перевести в цифру весь жизненный цикл сделки. Во-вторых, машиночитаемый договор позволяет нам строить цепочки взаимосвязанных договоров, потому что даже самые простые сделки на самом деле состоят из нескольких взаимосвязанных договоров, где одно событие запускает или останавливает процесс по другому договору. Например, в договоре поставки у нас всегда есть вызов договора на расчетно-кассовое обслуживание, на страхование, ну, как правило. То есть всегда есть 3-4, а то и больше контрагентов, которые должны взаимодействовать между собой в рамках некой цепочки договоров. И плюс есть еще некоторые технические преимущества, например, управление конфигурацией сети. Но обо всем по порядку. Вот если мы говорим про жизненный цикл в цифре, тут хороший пример, это вот наш флагманский проект для Газпром нефти, Smart Fuel, я его на каждой конференции уже несколько лет показываю, в котором мы оцифровали все этапы сделки по заправке воздушных судов, но без самого договора. То есть вся вот эта конструкция с цифровыми заказами, заявками, ценовыми уведомлениями, расходными ордерами и бла-бла-бла, вся она висела подвешенной к бумажному договору. И тут дело даже не в том, что машиночитаемый договор позволяет нам закрыть некий гешталь, но в том, что, во-первых, это позволяет и автоматически обрабатывать, безусловно, условия договора, потому что у всех есть свои нюансы, сократить, скажем так, стоимость подключения для бизнеса, для авиакомпаний, топливозаправочных компаний, банка. Ну и, собственно говоря, полностью перевести весь процесс в однообразный, скажем так, в цифру. Вообще, когда мы говорим о распределенных реестрах, всегда возникают вопросы, я вот тут сейчас постараюсь прокомментировать некоторые тезисы, которые звучали сегодня утром на круглом столе, в части вот Станислава Смышляев, если не ошибаюсь, сказал, что там производительность очень низкая, действительно. Вот многие бизнес-заказчики начинают свои эксперименты с внедрением блокчейнов, распределенных реестров с применения платформ, пришедших к нам из криптовалютного мира, там на базе эфириума, вейвс, там других протоколов, которые позволяют создавать, ну, так называемые одноранговые сети. К чему это приводит, я попробую продемонстрировать на примере вот такого упрощенного фрагмента из области поставок нефтепродуктов. Когда мы заводим всех участников вот сегмента рынка в такую сеть, мы рано или поздно сталкиваемся с сетевым эффектом, у которого есть позитивная и негативная стороны. Ну, позитивная сторона всем хорошо известна, ценность сети для каждого отдельного участника примерно равна квадрату от количества участников. Но есть негативная сторона, стоимость владения для каждого отдельного участника растет точно так же. То есть тут мы вспоминаем вот известную притчу о восточном мудреце, султане и шахматной доске, где мудрец попросил там зернышки положить. И, собственно говоря, все это не только, скажем так, увеличивает стоимость владения, но и создает огромное количество проблем, связанных с управлением этой сетью. Например, я, честно говоря, не знаю, как коллеги в данном случае решают, например, задачу замены ключей и есть ли вообще такая техническая возможность. Или там архивирование цепочек, которая реализована в корпоративных решениях. У нас несколько другой подход. Мы базируемся на открытой платформе Hyperledger Fabric, которую мы адаптировали к требованиям российского рынка. И эта платформа позволяет создавать так называемые каналы или сегменты сети, которые включают в себя только ту группу участников, там, например, по отдельно взятой сделке или по группе сделок, которым это действительно необходимо. То есть тут не возникает ситуация, когда участники сети вынуждены обрабатывать и хранить данные, которые вообще к ним никак не относятся. А если еще вспомнить о том, что, собственно говоря, все взаимодействие между участниками должно быть защищено, нужно уметь управлять правами, нужно строить ТЛС тоннели, то здесь начинается просто, ну скажем, такой цирк, что вот упрощение архитектуры, оно очень сильно снижает стоимость и владения, и входа. Но при этом каждый отдельный участник может работать в неограниченном количестве таких каналов, что, в общем, оставляет положительную часть сетевого эффекта в действия. И вот на этом слайде, на этих двух слайдах показан типовой, вот какая топология сети возникает в случае исполнения одного и того же типового договора на поставку нефтепродуктов с различным базисом поставки. То есть в одном случае там страховая компания, перевозчик, это зона ответственности поставщика топлива, а в другом случае терминал. И, собственно говоря, используя машиночитаемый контракт, мы можем на лету строить такие конфигурации. И переходя от технологической платформы к задачам бизнеса, мы построили такую сетевую платформу, которая позволяет нам предоставлять нашим заказчикам в различных сегментах, то есть речь идет не только о цепочках поставок товаров или продукции, но это могут быть и услуги, и там объекты интеллектуальной собственности. Три ключевых сервиса. Во-первых, это цифровые контракты, как инструмент управления бизнес-процессами. Это МЧД, встроенный сервис МЧД для управления полномочиями. И третий сервис – это цифровые финансовые активы для интеграции финансовых сервисов непосредственно в бизнес-процессы организации. Разумеется, мы разработали, будем продолжать развивать набор интеграционных интерфейсов. И вот здесь надо сказать, что очень многие функции категорически противопоказано вносить, ну скажем так, переносить на вот эту децентрализованную архитектуру. Потому что стоимость обслуживания любого распределенного решения, она все равно будет несколько выше, чем стоимость централизованного решения. Ну и разумеется, под капотом есть ряд технологических сервисов, таких как подсистема управления распределенными реестрами и смарт-контрактами, биллинг и сервис, скажем так, механизма децентрализованной идентификации, на которых я хотел бы остановиться чуть подробнее. На самом деле DID это не столько про децентрализованное управление учетными профилями пользователей или клиентов, это в принципе про децентрализованное управление любыми учетными данными, артефактами, документами, которые необходимо верифицировать в произвольный момент времени. Ну, примером таких документов могут быть там те же договоры и доверенности, сертификаты происхождения товара, страховые полисы, коносаменты и прочее, прочее, прочее. И схема применения выглядит примерно следующим образом, что есть издатель, который изначально выпустил тот или иной документ или набор данных в виде так называемых verifiable credentials. По-русски это звучит примерно как верифицируемые учетные данные. И всю информацию, которая относится к состоянию этого набора данных или документа, он кладет, публикует в распределенном реестре. Владелец этих данных, это может быть как физическое, так и юридическое лицо, хранит этот документ или набор данных у себя и предоставляет их в случае необходимости там третьему лицу сервис-провайдеру, например, в виде verified presentation. Это можно перевести как верифицируемое представление учетных данных, которое позволяет объединить в одном документе несколько разных наборов данных или документов. Ну, например, бензовоз приезжает на загрузку на нефтетерминал, ему надо порядка десяти документов, ну, порядка десятка документов, доверенность, разрешение, сертификаты, которые необходимо проверить. Вместо того, чтобы предоставлять, собственно, каждый из этих документов по одному, ИПшник, который приехал на этом медзавозе, может отгрузить в систему один документ и дальше уже, собственно говоря, вот на нашей стороне происходит вот эта магия, когда разбирается документ и запрашивается распределенный реестр об актуальном состоянии каждого из этих документов или наборов данных. Хотя вообще есть горячие, вот опять же, возвращаясь к утренней дискуссии, вообще есть горячие головы, особенно там на западных рынках, которые предлагают вообще весь PKI вместе, начиная от сертификатов электронной подписи, переложить, перевести на эту схему. И надо сказать, что DID вообще активно развивается на глобальном рынке, то есть это уже такой стандарт де-факто, причем не только в западном сегменте, но и там, например, китайские товарищи, если копнуть любой из современных, любую из современных китайских сетевых платформ, там DID практически в полный рост. Ну, подробнее на самом деле про DID можно посмотреть доклад, мой доклад на Рускрипто в этом году, там гораздо больше слайдов, там есть все ссылки, он есть в сети. И еще одна проблема, с которой мы постоянно сталкиваемся, это доступность вот этих решений. То есть с корпорациями, с банками проблем никаких не возникает. У них есть компетенция, у них есть инфраструктура, а вот с малым бизнесом, причем там даже небольшими авиакомпаниями, там уже возникают большие проблемы. У них нет ни людей, ни серверов, ни компетенций вообще для того, чтобы все это дело поддерживать, эксплуатировать. Поэтому мы в рамках своего решения сделали такую простейшую версию с самыми простыми инструментами для управления событиями, для управления документами по сделкам, для вот таких малых предприятий и ИПшников, ну грубо говоря, для тех, кто сидит на УСМе и на упрощенке. И таким образом они могут работать с большими крупными корпорациями. Ну, естественно, у нас нет задачи там, грубо говоря, там решить все проблемы оборота машиночитаемых договоров или доверенностей. Но тем не менее технология, например, позволяет организовать, вот есть такая штука, как классификатор полномочий для МЧД, да, который у нас есть федеральный классификатор, а все, кто в него не попал, будьте добры, вы используйте текстовую строку. Вот. Но если уж мы оцифровываем взаимодействие между организациями, то есть мы должны уметь предоставлять доверенности с полномочиями в том формате, в котором наш контрагент понимает, и вот мы на уровне сети можем, собственно говоря, строить такие децентрализованные классификаторы, то есть подключаясь к той или иной организации, мы получаем ее классификатор и можем использовать те полномочия, которые она умеет обрабатывать. Михаил, спасибо, чуть-чуть ускоримся и выводы какие-то сделаем. Если можно, короткий вопрос. DID, методология, это в терминологии нашего законодательства, это NEP или это PEP? Что это, простая подпись или неквалифицированная? Это технология обмена данными и документами, а уже как мы подписываем, это второй вопрос. Мы, например, у себя ориентируемся в худшем случае на UNEP, ну а в лучшем случае на CAP. То есть PEP тут не работает, потому что участников много и проверить PEP, выданный там кем-то из… То есть это NEP для корпоративного использования? Это позволяет работать в том числе с NEP. Спасибо. Есть еще какие-то вопросы к выступающему или двигаемся дальше? Спасибо большое. Спасибо, Михаил. Мы рассмотрели развитие в сфере PKI-сервисов для физлиц, для бизнеса. Сейчас хотелось бы немножко поговорить о развитии PKI-сервисов в направлении государственного использования государственными структурами, государственными служащими. Поэтому следующий доклад представителям Федерального казначейства и РТЛАВС об использовании в сфере государственного управления электронной подписи. Вячеслав Брашко. Да, коллеги, еще раз добрый день. Еще раз добрый день. Слайды кто-нибудь покажет? О, здорово. Значит, уважаемые коллеги, у нас совместный с Антоном Сергеевичем, соответственно, доклад. Поймете сейчас дальше, почему. Мы вам расскажем о нашем развитии. Я немножечко дам определенных про УЦФК, расскажу, и потом передам слово, соответственно, Антону Сергеевичу, он уже расскажет более какие-то детальные истории. Ну, вот так сейчас на текущий момент выглядит статистическая информация об УЦФедерального казначейства. То есть полтора миллиона сертификатов, которые выпущены в 2022 году, общее количество действующих сертификатов приближается к 2,5 миллионов. Прошу обратить внимание, соответственно, на количество доверенных лиц. Их 148 у нас. Мы раньше в слайдах показывали, это количество заключенных соглашений о федеральном казначестве. Раньше мы в слайдах показывали количество точек присутствия этих доверенных лиц. Так вот, для статистики, соответственно, у этих 148 доверенных лиц еще 2200, соответственно, точек присутствия. В целом, общее количество точек присутствия УЦФК РФ создает более четырех тысяч точек представительства. Количество сертификатов выпущено доверенным лицами 313 тысяч сертификатов. Следующий слайд это то, в чем федеральное казначейство, в каких межведомственных проектах мы соответственно четко участвуем, какие проекты у нас сейчас на контроле и что мы реализуем. Первый проект Минцифра России, Минтруд России. Это мы интегрируемся соответственно с информационной системой управления кадровым составом Государственной службы Российской Федерации. Цель этого проекта состоит в том, чтобы наделить кадровиков функциями доверенных лиц. То есть другими словами пришел человек на работу, получил сертификат в кадрах, не надо никуда ходить, никуда не ходить, не идентифицироваться. Вот сейчас на текущий момент статус этого проекта, по-моему, если не ошибаюсь, соответственно 413 постановление корректируется, после его соответственно внесения кадровики будут выполнять функции доверенного лица федерального казначейства. Подчеркиваю, кадровики государственного органа и нашего клиента. Следующий проект, это большой, о чем мы будем говорить, это проект Минцифра России, ФСБ России. Вот, а генерация запроса на сертификацию использования мобильного приложения Госключ. Это понятное дело, что запрос генерится будет для государственной службы. Один из перспективных. Мы много будем говорить, поэтому я не буду, соответственно, глубоко погружаться в эту историю. Второй проект, это ФНС России. С ФНС России это обеспечение квалифицированными сертификатами, предназначенными для автоматического подписания в ГИСК обвложения. В чем суть проекта? В том, что мы разворачиваем отдельный пак. Для чего? Для того, чтобы сильно сократить ЦРЛ. При автоматическом подписании больших объемов документа основная проблема, с которой сталкивается, соответственно, наш клиент заключается в том, что ЦРЛ очень большой. И, собственно говоря, при большом объеме подписанных данных эти проверки на десятки, на сотни, соответственно, снижают производительность и так далее. Поэтому был развернут пак с минимальным количеством, соответственно, этих сертификатов, которые выпускаются для автоматического подписания. Также с ФНС России мы интегрируемся с единым государственным реестром записи акта гражданского состояния. То есть мы обеспечиваем сертификатом ключа электронной подписи, соответственно, ЗАГСы, который подтверждает факты радиоакта. Это также взаимодействие с АПИ. Тоже очень интересный проект, требует, наверное, отдельного развернутого рассказа. Подумаем, как нам его тут довести. Останавливаться не буду. С ДИТом Москвы это также взаимодействие через АПИ, это обеспечение сертификатом ключа электронной подписи. Я думаю, коллеги из ДИТом Москвы подтвердят, согласятся, что все у нас идет нормально в этом отношении, мы все работаем. И то, о чем мы анонсировали, о чем, соответственно, мы говорили, это наше, соответственно, взаимодействие с МИДом России по поводу обеспечения федеральных государственных служащих сотрудников МИД России за пределами Российской Федерации. Это тот элемент, куда мы пойдем, и мы этот вопрос, надеюсь, решим на следующем ПКИ-форуме. Мы всю эту историю вам расскажем. Зачем даю этот слайд? Здесь на слайде, соответственно, изображена схема взаимодействия с доверенными лицами федерального казначейства. Обратите внимание, что схема взаимодействия с доверенными лицами федерального казначейства отличается от схемы, которая, соответственно, более вам, наверное, интересна взаимодействия как доверенного лица с ФНС. У нас основное отличие всего этого хозяйства в том, что решение по выпуску сертификата принимает сотрудник казначейства. То есть это исключает необходимость размещения каких-то тяжелых, соответственно, историй на стороне доверенного лица для того, чтобы они чем-то там обеспечивали. Пошагово расписана вся эта история, останавливаться на ней я не буду. Основной момент, на что обращу внимание, решение по выпуску сертификата принимает все равно казначей. Далее, значит, вот как выглядит тот сквозной процесс регистрации пользователей управления полномочиями, что-то я, наверное, слайда нет. Вроде так и должно быть по последовательности. Так выглядит сквозной процесс регистрации пользователей управления полномочиями информационных систем федерального казначейства. Обращаю внимание, удостоверяющий центр ПАИП, САВФК, это система обеспечения безопасности информации, где происходит система управления полномочиями во всех системах, в принципе, которая входит в периметр федерального казначейства. Обозначены наши контрагенты, это ЕГРИУЛ, ЕГРИП, соответственно, ЕСИА, вот, для чего мы это все, понятно, для чего мы их используем, соответственно, есть НСИИ в части, соответственно, классификатора полномочий Минцифры. И, собственно говоря, так выглядит доступ к информационным системам ФК. Вот маленький, небольшой сегмент, который принят, принятие, вернее, проект доверенности подписанию в госключе, а дальше, соответственно, вы поймете, зачем мы сейчас это делаем. Это перспективная схема, вот, для того, чтобы мы нашли уже, как бы, чем, в чем мы заинтересованы фактически в государственном ключе, что делает возможность, потом, выдачу доверенности для внутренних сотрудников, соответственно, федерального казначейства на начальном этапе, затем попробуем этот сервис еще и тиражировать в остальную государственную службу, чтобы принять решение о управлении полномочиями, вот, руководитель предоставит максимально, соответственно, возможной, максимально удобной и максимально быстрой, соответственно, форме. То есть, грубо говоря, проект доверенности вышел из ПАИБ и САБИ, ушел в госключ, он подписался в нем и вернулся в ПАИБ и САБИ для применения, собственно говоря, для исполнения обязанностей в информационной системе федерального казначейства. Пойдем дальше. Значит, здесь дана общая схема получения сертификации с пользой ПГУД-ключ. Это реализованная схема, которая, соответственно, в которой, о которой бы чуть-чуть хотелось рассказать. Пользователь мобильного приложения скачивает мобильное приложение, готовит запрос на сертификат, вся эта история уходит в УЦФК, возвращается опять в МПГУД-ключ для, соответственно, регистрации пользователя от его идентификации. Вот. Ну, дальше рассказывать схема не имеет значения, потому что более детально, соответственно, у нас Антон Сергеевич расскажет каждый из этих вот шагов, который и предстает, и расскажет о том, какие, с какими мы там этапами столкнулись. Вот. И еще оговорюсь сразу, коллеги, мы это не самодеятельность, мы всю эту историю делаем под пристальным взором нашего доблестного регулятора. Так что не считайте, что это мы занимаемся какой-то самодеятельностью. Передаю. Спасибо, Вячеслав Сергеевич. Да, ну, я расскажу, на самом деле, хотелось, в первую очередь, клиентский путь, то есть для понимания именно, как будет устроена работа, ну, должностных лиц, сотрудников органов власти и других лиц, которые получают сертификаты УЦФК, именно в рамках процесса получения сертификата в госключе. Вот. Там есть три схемы, доступные на текущий момент, значит, по которым может быть выстроена работа. Значит, первая схема, вот здесь она на картинке, когда работа с порталом заявителя идет с десктопного компьютера, значит, тогда начинается все с подачи заявки, выбирается на портале заявителя, собственно, в качестве ключевого носителя мобильного приложения «Госключ», и, собственно, пользователю в мобильном приложении «Госключ» стартует процедура формирования ключей, запрос на сертификат, после чего пользователь проходит очную идентификацию в территориальном органе федерального казначейства, соответственно, пройдя идентификацию, предоставив все данные, подписав соответствующие документы, значит, сертификат устанавливается в мобильном приложении «Госключ» и доступен для его использования. Значит, вторая схема, примерно то же самое, тоже очный визит в территориальный орган, но только вся работа с порталом заявителя происходит прямо из мобильного приложения «Госключ». Там очень важно, что, значит, обеспечена защита канала ТЛС, гостовый, и, соответственно, то есть прямо из мобильного приложения по защищенному каналу, значит, пользователь передает данные, оформляет заявку, ну, соответственно, сразу за ней запрос на сертификат, а казначейство проверяет данные, ну, и приглашает товарища на очный визит, после чего выдает сертификат. И третья история – это как раз история, когда у пользователя есть действующий ключ и действующий сертификат федерального казначейства, соответственно, похода на очную идентификацию в этом случае не требуется, если там все там, все нормально. Соответственно, подача заявки через портал тоже, формирование запроса, после чего подписание заявлений и запроса уже действующим ключом, момент проверки на стороне федерального казначейства, выдача сертификата и, собственно, ознакомление, конечно, с данными, да, ознакомление с данными перед тем, как перед установкой сертификата. Ну, это, собственно, вот три схемы, которые у нас реализованы. Вот так это выглядит внутри мобильного приложения. Собственно, появляется кнопочка получить сертификат в УЦФК, с комментарием соответствующим, что это доступно, не всем. И происходит работа с порталом заявителей. Вот здесь определенную работу провели с коллегами навстречу, что называется, копали. Получилось не два туннеля, а один. Как вы не знаете. Вот. Ну, значит, соответственно, после проверки сведений гражданин приглашается на идентификацию, но получает сертификат. Вот это схема, которая, значит, с точки зрения каналов, защиты каналов, как это устроено. То есть есть, там, у госключа БЭК – это специализированная защищенная автоматизированная система, собственно, до которой госключ ходит по гостовому ТЛС. Ну, в данной схеме появляется еще взаимодействие по гост ТЛС с порталом заявителя, да, оно тоже защищено использованием отечественной криптографии. Ну и само взаимодействие между ЗАС и информационной системой казначейства тоже под КБ-шный ВПН. И вот что касается уже применения, да, когда речь дойдет до того, чтобы пользовать информационные системы, там, органов власти или какие-то, значит, прикладные информационные системы будут интегрироваться с этим механизмом для, собственно, применения, да, уже ключей подписи, значит, у нас вообще интеграция с госключом, возможно, там, двумя путями, там, СМЭФ и АПЕ. Вот для сертификатов казначейства на текущем этапе предусматриваем только интеграцию через СМЭФ, то есть есть вид сведений СМЭФ, который позволяет направить через портал госуслуг в госключ документ на подписание именно для должностного лица, то есть гражданин, сотрудник, да, должностного лица должно будет проверить, сначала получить сертификат, после этого, собственно, закончится подписанием документа и возвратом в целевую информационную систему. Подписывайтесь на наш канал, ставьте там лайки, share, репост. Спасибо, закончили. Спасибо большое за выступление. Короткий вопрос. Вот есть традиционная схема работы с пользователями, которые получают сертификаты в казначействе и новая, через госключ. В перспективе какой процент уйдет на госключ из старых форм отчетного взаимодействия, на ваш взгляд? Ну, здесь стратегию, соответственно, обозначить в этом отношении совершенно, совершенно, я даже боюсь, соответственно, предполагать. В этом случае поживем, увидим. Сами решат. В общем, сами пользователи решат. Как бы история, да, сам пользователь, какой путь ему будет удобнее, тот он его выберет. Я чуть дополню, но информационная система, конечно, определяет, насколько это в рамках конкретного бизнес-процесса актуально, уместно и вообще возможно. Хорошо, спасибо большое. Следующий доклад посвящен системе управления жизненным циклом сертификата. Это один из важных, в том числе, PKI сервисов традиционных. Нам Анна Лучник расскажет о своем решении, о том, как ставилась задача и каким образом она была решена. Спасибо. Я прекрасно понимаю, что предпоследняя, которая стоит между аудиторией и ужином, поэтому я постараюсь лаконично и интересно рассказать. Нет, нет, у нас полноценное время идет, то есть мы не выбиваемся. Я просто понимаю, что аудитория так уже немножко начинает думать о другом, когда они отсюда выберутся. И, наверное, изначально тема про управление лицензиями и обновлениями выглядит, может быть, не совсем связанной с PKI, но я постараюсь показать, что это в принципе как раз тема текущей сессии про то, как мы развиваем инфраструктуру открытых ключей и что мы делаем для их работы. Соответственно, и сегодня, и вчера почти все время говорили о том, что у нас очень сильно растет количество сертификатов, у нас увеличивается электронный документооборот и растут требования к тому, чтобы на все больше и большем количестве рабочих станций, серверов, веб-сервисов стояли бы криптопровайдеры, стояли бы средства электронной подписи, стояли бы VPN-клиенты. И пообщавшись с нашими заказчиками, мы поняли, что есть довольно большое количество проблем, что когда количество устройств и серверов, на которых должны быть установлены криптосервис-провайдеры растет и это становится там несколько сотен или несколько тысяч, то вручную управлять этим становится практически невозможно. Кроме заказчиков мы в том числе консультировались и с уважаемыми вендорами, в том числе с вендором, который недалее чем вчера был признан лучшей организацией в данном направлении, поэтому в принципе вот те проблемы, про которые мы говорим, они актуальны для всего рынка. И если мы говорим про обновления, то здесь, наверное, с одной стороны понятно, это требование законодательства, то, что не должно быть уязвимо в приложении и так далее, но с другой стороны есть абсолютно бытовые примеры. Если мы говорим про клиент-банки, на моей практике регулярно происходило в тот момент, когда надо отправить какой-то очень важный счет. Выяснялось, что клиент-банк перестал работать, потому что потребовалась новая версия криптосервис-провайдера, которая не была вовремя обновлена. И дальше начинается там цепочка событий, не очень приятная, да, о том, как все это происходит. Поэтому первая задача, да, это своевременное обновление, устранение ошибок совместимости, совместимость с другими клиентами, с которыми мы работаем. Вторая, не менее важная задача, это управление лицензиями. И здесь есть несколько моментов. С одной стороны, экономический. Очень часто бывает, что лицензии продолжают использоваться на тех устройствах, где уже просто не нужны соответствующие сервисы, и лицензию можно просто переиспользовать. С другой стороны, можно вспомнить еще про 152-ую инструкцию, где говорится о том, что необходимо учитывать средства из КЗИ. Это как раз техническое средство, которое может помочь обнаружить, где на самом деле установлены те или иные крипто-провайдеры, и главное, что их уникальным образом идентифицировать по соответствующей лицензии. Соответственно, как можно решить эти проблемы? Казалось бы, очевидное решение. Мы берем, делаем какую-то систему автоматизации централизованную, но, как мы покажем, все не так просто, да, есть большое количество ограничений и проблем, которые надо решить для того, чтобы все нормально работало. Первое, наверное, то, что все становится актуальнее и актуальнее с каждым, даже не годом, а днем, это родонобразие операционных систем, которые необходимо поддерживать. И нам необходим единый агент, который мог бы работать на разных системах, причем как в процессе миграции инфраструктуры с Windows на Linux, так в том числе все равно остается какое-то количество Mac-устройств, и есть еще мобильное устройство. Другая очень важная проблема – это возможность масштабирования и гибкая архитектура. Что здесь является ключевой проблемой? Что обычно те устройства, на которых стоит криптопровайдер либо средства электронной подписи, это не просто какие-то рядовые станции. Это станции тех людей, у которых есть доверенность на выполнение каких-то операций. Это те армы, на которых установлены, например, там средства либо подписания, либо те же самые клиент-банки. И поэтому очень серьезные ограничения о том, как к ним можно подключиться, как на них можно вносить соответствующие изменения. И мы в своем решении довольно много внимания уделили на то, как выстроить гибкую архитектуру, когда мы можем без каких-то серьезных изменений в безопасности, без открывания неограниченного количества портов, настраивать решение так, чтобы оно могло с одной стороны проводить инвентаризацию, с другой стороны выполнять соответствующие обновления. Естественно, централизованная консоль отчетности. И в принципе наше решение, которое получилось в итоге вот всех этих изменений, мы в принципе про него рассказывали на прошлом PKI-форме. Может быть кто-то помнит, мы рассказывали о том, что у нас единая платформа, на базе которых мы как раз управляем жизненным циклом сертификатов. И на базе того же самого решения, тех же самых архитектурных компонентов, мы сделали специальную редакцию, которая предназначена именно для обновления программного обеспечения, для обновления соответствующих крипто-сервис-провайдеров, VPN-клиентов и в том числе для управления лицензиями. Здесь как раз вот на этом слайде более детально показана архитектура и видно, что кроме привычных нам армов, за которыми работают физические лица, в последнее время становится все больше и больше технологических сервисов и веб-сервисов, которые используют в том числе и ЭДО, и МЧД, то есть очень много документов, которые в том или ином виде могут выдаваться автоматически, и для них тоже необходимо управлять соответствующими решениями. Что касается необходимых функций, я в принципе про них проговорила, но в итоге какие функции должны быть у такого решения? С точки зрения управления лицензиями, наверное, одна из самых главных функций это инвентаризация. Я уже упоминала про 152 приказ инструкцию, о том, что нам необходимо знать, где у нас действительно установлены СКЗИ, какие лицензии на них используются, как мы их можем уникальным образом идентифицировать. Соответственно, установка этой лицензии и повторное ее использование. Что касается управления ПО, то есть тоже появляется много разных решений, то есть это, во-первых, его установка, обновление. Я уже поговорила о том, почему так важно обновлять программное обеспечение, связанное с криптографией, но еще не менее важный вопрос – это удаление, потому что мы не можем оставить СКЗИ в неконтролируемой совершенно в разных местах, и удаление тоже, в общем-то, становится довольно важной задачей. Кроме того, необходимо позаботиться и о том, чтобы данное решение безопасно работало, и были различные механизмы его безопасного администрирования. В первую очередь, это аутентификация администраторов – довольно важная задача. С другой стороны, логирование абсолютно всех операций, которые происходили в данной системе. Отдельно это то, как мы дополнительно проверяем, какое именно программное обеспечение будет разлито по рабочим станциям. То есть у нас есть отдельная проверка на чексуму, что разливается действительно там криптопровайдер или VPN-клиент, а не просто случайно какая-то игрушка, которую администратор решил всем в качестве подарка установить. И отдельный момент, да, это настройка безопасного соединения между агентом и сервером для того, чтобы максимально постараться защитить коммуникацию, чтобы мы действительно доставили именно то программное обеспечение, которое попытался администратор разлить по соответствующим системам. В итоге такое решение позволяет значительно экономить время в процессе установки контроля, сокращать количество ошибок и, главное, ошибок, связанных с какими-то критичными ситуациями. То есть когда нам надо подписать важный документ, когда нам надо выполнить перевод в клиент-банки, в этом случае мы можем быть уверены, что у нас своевременно обновление было выполнено, и мы можем проконтролировать для разных категорий пользователей, для разных категорий систем, когда соответствующие обновления были выполнены, и заранее проверить, какие версии у нас установлены, будут ли они совместимы в рамках того решения, которое мы собираемся сделать. Что касается сценариев использования, то здесь мы дополнительно инвентаризуем рабочие станции, армы, сервера и другие устройства, на которых может быть установлены криптосервис провайдеры, собираем данные по используемым версиям, по используемым лицензиям с привязкой, соответственно, к каждому отдельному устройству и список используемых и неиспользуемых лицензий. Ну и, наверное, самое главное и полезное, что есть в рамках инвентаризации, это отчетность и статистика. То есть здесь есть, естественно, срез на текущий момент времени, то есть что есть и какие версии есть сейчас. Кроме того, еще довольно полезная вещь, это с точки зрения трендов, как менялось количество тех или иных версий, как менялось и изменялось количество используемых лицензий. Ну и опять же здесь также можно посмотреть информацию о выполненных заданиях. То есть здесь это тоже очень важный момент, которому пришлось уделить очень много времени и сложных технологических решений. Это с точки зрения того, что как задание было выполнено, потому что, опять же, да, очень часто получается так, что часть клиентов находится в отдельных выделенных защищенных сегментах, и нам необходимо контролировать, что мы действительно выполнены ли обновления, а не просто у нас в очередной раз там было заблокировано какое-то соединение. Поэтому очень важный момент, да, это отслеживание статуса выполнения той или иной задачи и на основании финальных отчетов контроль, как на самом деле произошло то или иное обновление. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием отвечу. Анна, спасибо. На самом деле ваш доклад самый, что ни на есть в тему нашей сессии, как раз про развитие вот этих классических PKI сервисов, управление жизненным циклом сертификата, позволяет качество работы с сертификатами на уровне организации сделать безупречным. Вот какие, на ваш взгляд, сегменты предприятий или организаций, в первую очередь должны быть заинтересованы в развертывании вашего решения. Расскажите немножко про первых потребителей, про первые проекты. Да, но что касается потребителей проектов, понятное дело, что здесь, наверное, первый отсекающий фактор – это масштаб, потому что автоматизация нужна хотя бы больше 100 установок и так далее. Второй момент – это банки, потому что банки – это в первую очередь про деньги, и у них очень жесткие и высокие требования к тому, где должны быть установлены сертификаты, как должны быть защищены коммуникации, в том числе во внешней и даже внутри внутренней сети, то есть не только TLS и HTTPS на границе, но в том числе защита всех внутренних коммуникаций. И опять же, вот то решение, про которое мы рассказывали в прошлом году, там было полтора миллиона выпущенных технологических сертификатов, в этом году уже порядка трех миллионов выпущенных технологических сертификатов. То есть в первую очередь мы это видим в банке, во вторую очередь ритейлы, потому что для них очень важна работа их онлайн-сервисов. Они напрямую теряют деньги при недоступности сервиса. И другие сервис-провайдеры, центры обработки данных, которые предоставляют технические услуги другим заказчикам, им тоже очень важно контролировать и сертификаты, и соответствующие крипто-сервис-провайдеры или VPN-клиентов, которые они используют на своей стороне. Спасибо. Есть ли какие-то расчеты, может быть, экономической эффективности внедрения или какой-то измеримого эффекта на первых ваших проектах? Как вы это обычно подаете? Да, мы, соответственно, проводили предварительные оценки, то есть мы сейчас как раз немножко уточняем стоимость, но в принципе у нас получается, что оплата лицензии нашего продукта окупается за год, если в компании больше 150 установленных экземпляров. Отличные показатели. Спасибо. Есть ли еще вопросы? Спасибо большое. Продолжайте. Очень здорово. Будем надеяться, что ваш проект будет развиваться. Завершающий доклад, который хотелось бы представить, устремлен в будущее. Он посвящен развитию квантовых технологий. Которые представляют новые возможности и новые угрозы. В том числе и для PKI-инфраструктуры. Соответственно, на такие новые квантовые угрозы нужно реагировать новыми квантовыми решениями. Послушаем доклад нашего коллеги, который расскажет про квантовые вычисления и квантовый ответ к квантовым угрозам. Да. Добрый вечер, уважаемые коллеги. Благодарю за такое представление. Меня зовут Сергей Гребнев. Я представляю компанию Куап. Это разработчик решений пост-квантовой криптографии. И одновременно мы большие друзья с российским квантовым центром. Это люди, которые у нас в стране занимаются квантовыми исследованиями. И в моем докладе я постараюсь такими широкими мазками осветить некоторые новые вводные, новую информацию, которую мы в последнее время получили именно как исследовали, как разработчики. писать некоторые проблемы, с которыми мы сталкиваемся, и, возможно, попытаться поискать какие-то подходы к их решению. Я напомню на всякий случай, что квантовая угроза состоит в том, что вот-вот, как мы ожидаем, появится квантовый компьютер достаточной мощности для решения задачи предкордного криптоанализа. То есть получится, что наиболее важное для нас с вами, как для пользователей, как для разработчиков и администраторов государяющих центров, у алгоритма асимметричной криптографии, будь то электронная подпись, будь то выработка общего ключа, с тенью параметрами, которые используются сейчас, могут быть на квантовом педали взломаны. Ну, понятное дело, что даже демонстрация возможности кейса того, что, например, действующий алгоритм в цифровой подписье ГОСТ может быть взломан, это может повлечь с собой самые печальные последствия, даже боюсь их с чем-нибудь сравнивать. Но это нам представляется недопустимым. Если рассматривать конкретные модельные задачи криптоанализа, обычно берется задача RSA 2048, то есть криптосистема RSA, ключ длиной 2048 битов, то есть то, что до сих пор чаще всего используется в партических криптосистемах, в том числе и платежных. Но я обратил внимание, что поставители регулятора меня ругают за такую модель и хотели бы узнать, что происходит с нашим ГОСТом. И я рад рассказать, что такие результаты теперь у меня есть в рукаве. Ну, даже не в рукаве, а теперь на слайдах. Итак, в своих прогнозах мы, и не только мы, опирались на такой результат, выставленный вот в левом верхнем углу этого слайда, который нам прогнозирует возможность взлома модельной задачи RSA в течение 8 часов при наличии квантового компьютера мощностью 20 миллионов физических кубитов. Не логических, логических надо порядка 3 тысяч, а именно физических. По факту сейчас у нас имеется, вернее не у нас, а у фирмы IBM, имеется, действующий образец на числе 43 кубита. Но в любом случае, учитывая, что еще 10 лет назад не было ничего, ясно, что уже эта квантовая парадигма, она пришла полностью в инженерную плоскость вычислительную. И, опираясь на примерно такие же соображения, удалось построить оценку для задачи дискретного грифмирования на олимпийских кривых, то есть для той истории, на которой построен наш ГОСТ Т4-10. Оказывается, что там нужно примерно в 3 раза меньше кубитов, то есть порядка 7 миллионов. Но это еще не все. Последние результаты, которые стали известны буквально в августе, заключаются в том, что были предложены новые подходы к построению кодов коррекции ошибок для квантовых компьютеров. Это очень интересная вещь, потому что авторы работы про RSA подчеркивают, что по сути вычисления у них занимают порядка 0,05% от всех этих действий. Все остальное – это коррекция ошибок. То есть вычисления, по сути, происходят мгновенно. Но новый подход к коррекции ошибок Кэт-Кюбитс, в честь известного Кэтта Шерденгера, позволяет осуществлять эту самую коррекцию существенно более эффективно. удалось получить такие расчеты, что для нашего ГОСТа понадобится порядка 123 тысячи таких вот элементарных, скажем так, составляющих схемы квантового компьютера. Для RSA порядка 350 тысяч. Но вы понимаете, что уже эти цифры – это уже сокращение на несколько порядков. Мы переходим от десятков миллионов, по сути, к десяткам тысяч. И это соображение нас достаточно настораживает и предполагает, что текущие прогнозы следует несколько сдвинуть в пользу более худшего развития событий для нас, как для пользователей классических криптографических решений. Еще одна история, о которой тоже кратко расскажу, – это развитие гибридных подходов к криптоанализу. Многим, наверное, известно, что в конце прошлого года вышла работа группы криптостических исследователей, которая заявила вообще какие-то чудовищные цифры для криптоанализа RSA. То есть, по сути, получается, что им нужно меньше кубиток, чем размерность ключа. Но, к счастью, казалось, что этот подход, этот алгоритм, который они рассматривали, он не работает. Мы с коллегами первыми провели его валидацию и установили множество фактических ошибок. Статья там кликована на самом архиве пока что, мы подаемся еще в журналах, можете потом ознакомиться. Интересно, что чуть позже ту же самую работу проделали исследователи из Google. Благополучно подтвердили наш результат, но, кстати, все равно за нами. Что тут можно сказать? Хотя конкретный алгоритм не работает, мы видим, что подход гибридный вполне себе актуален. Он, да, не сработал сейчас, да, он не сработал на конкретном методе, но тут просто и метод-то был выбор, но самый удачный, это метод фактиризации Шнора, не Шора, который квантовый изначально, а Шнора, который тоже хороший криптограф, но другой человек. И что, например, если мы возьмем и применяем тот самый подход гибридный, например, к работающим методам фактиризации, тем, которые дают рекордные результаты. Если мы первый этап этой задачи построения мазарстинов, который по сути своей оптимизационный, по сути своей очень хорошо выполняется на существующих квантовых компьютерах, что их нам удастся вот так вот оптимизировать, что остальные подходы, простите, этапы мы сможем проделать вообще моментально. Ну и учитывая ту модель квантовой атаки, которую мы вы должны рассматривать, это сохранение данных сейчас взлом потом, мы начинаем ориентироваться на горизонт уже 2026 года, как на первой реализации квантовых атак. Но это мнение поддерживают эксперты таких вот авторитетных организаций, как McKinsey и других. В общем, такое ощущение, что надо бы всю деятельность, связанную с разработкой защиты от квантовой угрозы, несколько активизировать. К счастью, работа в этом направлении уже большая ведется. Я рад констатировать, что и индустрия, и регулятор в полной мере понимают, что эта задача очень важная, оказывают всяческое содействие тем, кто занимается разработкой постквантной картографии. Вот для вашей информации я хотел бы сообщить, какой статус работ по схемам постквантной картографии. Я думаю, что завтра на сессии будет более подробно изложено в докладах представителей МТЦ, ЦК, Академии фитографии ТК-26. На данный момент у нас в рамках ТК-26 разрабатываются три схемы цифровой подписи. Находятся они в разное состояние готовности, но первая из них уже близка к тому, чтобы стать методическими рекомендациями. Речь идет о схеме шиповных основанных на кодах. И в будущем году мы планируем, не только мы, но и другие участники рабочих групп ТК, планируем начать разработку схемы выработки общего ключа. Тоже там, видимо, будет несколько схем для разных сценариев применения. И, видимо, к концу следующего года они уже будут, эти вещи закрыты. Соответственно, когда у нас будет пара ЭЦП и выработка ключа, мы закроем, мы в какой-то смысле сможем закрыть и ТЛС. И основные проблемы, связанные с таким вот базовым применением подписи. Но проблемы, именно связанные с инфраструктурой открытых ключей, мы создадим себе только новое. Я бы так сказал. Если говорить о классификации этих проблем, ну это то, что я всегда пытаюсь говорить из паскванта криптографии, это три группы. Технологические проблемы, это регуляторные, ну и все остальные. Технологические проблемы сводятся к тому, что существующие протоколы, чувствующие форматы сертификатов, могут быть не рассчитаны на поддержку постквантовых криптоалгоритмов. Я приведу пример. Вот упоминавшаяся схема подписи Шиповник. Она очень хороша, но одна проблема есть. Она имеет ключи и собственные подписи, размер которых измеряется в сотнях килобайтов. И просто при всем желании мы не можем в текущую спецификацию протокола ТЛС ее разместить. Соответственно, требуется доработка протокола, требуется создание какой-то новой версии и так далее. Другая большая забота, то, что падает производительность. Для конечного пользователя эта история незаметна, но для каких-то больших организаций, которые для тех же самых удостоверяющих центров, для какого-то шлюзов, в частности, будет требоваться аппаратное ускорение. Соответственно, мы должны ориентироваться на какую-то поддержку со стороны отечественных производителей аппаратуры, делать какие-то криптосопроцессоры или разрабатывать наборы специальных инструкций для отечественной электроники. Можно переиспользовать те разработки, которые уже имеются, например, для функций хэширования и так далее. Ну и для того, чтобы все это заработало, для того, чтобы эти смогли пользоваться гражданами, а не производить пилот в каком-то гречном периметре, нам нужна поддержка регулятора. То есть необходимость обновления пулу стандартов по криптосчете информации, пулу рекомендаций по стандартизации в части прикладных протоколов, будь то формат сертификатов, будь то ТЛС версии 1.2, 1.3, будь то все вот эти вот протоколы для обвязки отцепляющих центров, там отзыв, отзыв сертификатов, проверка, глидация сертификатов, запрос на создание сертификата и прочее, будь то регистрация новых АИДов для новых алгоритмов и очень важный момент это разработка сценариев на переходный период. Что я здесь имею в виду? Что переход на новые базовые стандарты и цифровые подписи и вырубивающие ключи, а сам по себе непрост и целесообразно рассмотреть варианты гибридного использования с классической фитографией, то есть с нашим старым добрым ГОСТом. Но это не так-то просто, потому что опять же, надо смотреть на форматы сертификатов, можно ли разместить в одном сертификате два ключа разных алгоритмов на данный момент, поместятся ли они туда, допускают ли текущее поддерживаемое расширение такую деятельность. То есть хотелось бы, чтобы новые сертификаты сохраняли совместимость со старыми, то есть хотя бы какое-то время возможно ли это обеспечить. Это такой вопрос, который надо рассмотреть. К счастью, я хочу вас тоже обрадовать, что работа по этой части ведется в рамках НТЦ, ЦК, что я надеюсь, что удастся создать какие-то подходы к этим самым протоколам, но все это еще на самых начальных этапах. вот. Ну и что можно было бы предложить в целом вам, нашим коллегам, как такую модель для пути в будущее. Собственно, пробовать пилотировать удостоверяющие центры с поддержкой постквантовой фотографии, в частности постквантовых подписей. Цели какие? Прежде всего, это то, что мы услышали в начале этой сессии, это то, что технология должна быть впереди регуляторики, естественно. То, что мы опробуем технологию, да, мы набьем каких-то себе шишек, но эти шишки будут небольшими по сравнению с тем, что может получиться, если мы пойдем другим путем. То есть сначала дождемся атак, потом дождемся решения регулятора, потом будем вызывать технологию. Такой путь представляется ошибочным. По понятным причинам. И мы сможем адекватно оценить риски для имеющихся активов мы сможем разработать приоритетные направления для интеграции постквантовых решений, оценить затраты, требуемые на переход к постквантовой криптографии в решениях обществляющих центров и всей их обвязки. и как представляется вот это то, что нас сама жизнь заставляет делать, причем уже начинать это нужно было по-хорошему вчера, но не поздно начинать и сейчас. Коллеги, благодарю за внимание. Спасибо большое. Какие вопросы есть докладчику? Спасибо. 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 Я не хотел скрывать название, да, но есть допрос со стороны крупнейших банков нашего государства на пилотирование подобных проектов. Такой вопрос. Для того, чтобы предупредить вот эту угрозу, когда данные сохранены сейчас злоумышленникам, а собственно взлом произойдет позже, но в период действия, в период еще жизненного цикла сертификата или инструмента, который подвергается угрозе, за сколько тогда нужно делать, начинать строить защиту? Это же тоже симметрично должно на опережение работать. И на ваш взгляд, насколько вообще велика вероятность угнаться за нарушителем в этой ситуации? Совершенно очевидно, что если у вас есть трафик, который прошел в будущем зашифрован RSA, и АНБ его записало, сохранило надежде на то, что куда-нибудь в подвале живутся квантов компьютер, то все, вы можете с ним попрощаться. Но на будущее есть данные персональные, медицинские, то есть герметическая тайна, то есть то, что имеет жизненный цикл, он либо установленный законом, либо он скажем так действителен для вас, как для обладателя данных, их раскрытие может внести вам тот или иной ущерб. Это вы должны как бы здесь решить для себя эти риски, но наш прогноз, я на слайдах его подпалил, это данные, которые не теряют актуальность до 28-го года. В ризонте 28-го года можно уже с достаточно большой вероятностью ждать попыток атак на прикладные криптосистемы. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Еще вопрос? Пожалуйста. Мелкий вопрос, вы не скажете, скажите, пожалуйста, для сравнения наши отечественные компьютеры по кубитам, насколько меньше западных? От кого ждать атаки? От наших можно ждать? Тут история о двух сторонах. У нас сейчас в концентре есть 16 кубитов, но два года назад было ноль. У IBM есть 400, но два года назад было 50. Учитывая, что мы стартовали несколько позже, чем наши конкуренты за рубежом, я могу сказать, что темпы нисколько не наступают за рубежным. Так что возможно мы еще и поборемся, кто первый, кого взломает. Серьезно, коллеги, есть возможность организовать экскурсию, посмотреть на компьютер, убедиться, что мы не продаем ветер, что вот он стоит и пыхтит трубочку на своем. Можно один вопрос? Да, конечно. Скажите, пожалуйста, а сколько стоит ваше решение? Ваше решение как компании? Или любое решение, любой прогноз стоит определенных денег. Казначейство заинтересовалось уже. Подождите, подождите, подождите. Ситуация то в чем? Доклад очень хороший, мне очень понравился. Как бы нам такие прогнозы не привели к тому, что мы сейчас от пики инфраструктуры в бумагу будем уходить все резко. Вот сколько это все стоит? То есть взять удостоверяющий центр и взять средства электронной подписи. Давайте отработаем. Это другой вопрос. Давайте проведем пилотный проект конкретно под задачи. Потому что мы можем предложить совершенно разные варианты. вы можете воспользоваться разными вариантами. Я обыватель. Сколько стоит мне будет средство электронной подписи основанно на ваших технологиях? В любом случае это будет дешевле, чем построить квантовое Не буду больше. Спасибо. Спасибо. Уважаемый докладчик, уважаемые модераторы, если позволите такой короткий вопрос. Хотел бы консолидированное мнение экспертов услышать, насколько решения, связанные с увеличением длины ключа или частотой его замены могут хотя бы немножко отложить ту самую квантовую угрозу, о которой вы говорили. Или имеет ли вообще идти смысл по этому пути? Спасибо. Если позволите, я отвечу вам как математик. Для текущих алгоритмов цифровой подписи ГОСТ, для существующей схемы выработки ключа ВКО, стандартизированных, не поможет ничего. Там рост производительности, простите, рост отмен ключей потребуется экспоненциальный. Если вы хотите квантовой устойчивости, вам понадобится ключ размером 30 гигабайт примерно. Вот. Спасибо. Спасибо за этот взгляд в будущее. Поблагодарим. Да, страшное, тревожное будущее. Но все равно решения есть, они уже разрабатываются, поэтому мы будем смотреть с оптимизмом в будущее. Завершая и подводя итоги нашей сессии, хотелось бы сказать, ну, во-первых, очень здорово, что до конца досидели практически все, кто пришел в начале, я смотрел, аудитория не уменьшалась. Наш взгляд в будущее, в том числе, наверное, должен быть в итоге дополнен коротко общей классификацией. есть некоторые отраслевые тренды развития, связанные с повышением надежности, устойчивости традиционных PKI-сервисов, есть рыночные тренды развития, которые тянут за собой различные социально-экономические процессы, голосования электронные, например, недавние примеры, здравоохранение, коммерция электронная, банки, они тянут за собой развитие PKI-сервисов. И есть еще некоторые комбинированные технологические тренды, когда PKI-сервисы объединяются с другими интересными технологиями, такими, как блокчейн, как искусственный интеллект, как интернет-вещей, где тоже PKI-сервис становится одним из важных и перспективных компонентов. Поэтому альтернативы PKI-сервисы на сегодня нет. Мы готовы с радостью это констатировать и это означает, что у PKI-сервисы все-таки большое будущее. Мы смотрим вперед с оптимизмом. Последний слайд просьба дать. И мы объявляем завершение нашей сессии на таком позитивном ключе. У нас был подготовлен слайд со стихами написанным искусственным интеллектом в честь электронной подписи. Это модный тренд. Такой переход к нашему следующему мероприятию. Чат GPT написал цифры и ключи, электронная подпись, безопасность важна. И здесь фотография со вчерашнего мероприятия, соответствующая стилю Хоку. То есть все очень гармонично, коллеги. Я бы хотел сказать, что, наверное, искусственный интеллект еще не все знает. Она душу не защищает, но успокаивает душу пользователя, когда он использует электронную подпись, квалифицированную, созданную на основе PTI. Спасибо всем большое. Спасибо субтитры Продолжение следует...